а теперь давайте поговорим что касается освещения свет как его найти на что обращать внимание так если мы снимаем у клиентов дома то есть мы приезжаем мы не знаем с чем мы работаем мой прайс то есть то что я люблю я люблю южное окно мне нравится меняется большой контроль за освещением то есть у меня всегда солнце если она у меня как-то или где-то не устраивает я просто завешаю нейлоном но он у меня с собой нейлон то ткань которая максимально приближена тканем которая на софтбоксе она великолепно рассеивает свет и мой солнечный свет красивый превращается вот писать в размеры софтбокс но если вы хотите dramatic свет такой то это северное окно это западное окно это более жесткий такой свет он тоже красивый это тоже стиль просто определенный брак или трейси снимает именно с северным окном у них такой все жесткая всегда я больше люблю мягкое освещение и я вот использую юг и мягкий рассеянный свет если мы работаем у клиента дом приехали север или нас там или запад это гораздо проще вам ничего завешивать не надо может быть только в том случае если у нас такой жгут такой знаете тяжелые тяжелые грозовые облака цвет полосвет получается грязным то мы завешиваем нейлоном то чтобы смягчить вот этот весь поток вот этого непонятного грязного света да будет свои сложности чуть-чуть вам нужно будет и со поднять да там руками камеру хорошо держать в экспозицию сто процентов попасть но лучше с нейлоном чем без вот потом не всегда у нас получается приехать в клиент увидеть красивое окно в пол знаете там прям нас ждут да прям студия окно в пол обычно это квартира это или балконная дверь или это более-менее окно даже окно вот здесь например у нас очень большой широкий подоконник окно с высокая я сразу смотрю или договорюсь с клиентами сфотографировать место где буду снимать то есть сбегать сфотографировать весь дом что я была в курсе где мне снимать и где мне будет комфортнее снимать где я могу все освободить во первых я сразу смотрю что помещение было максимально свободным потому что не качу никаких рефлексов ниоткуда уже чем она уже и более солнечной тем больше у меня будет разного разного освещения то есть мой солнце будет отбиваться от всего делать мне эту грязь на фотографии вот после того как мне мама прислала все фотографии я нахожу место которое мне нравится и обычно это вот окно которое начинается где-то вот у нас как минимум с наших с нашего бедра во первых я сразу прошу найти какой-то столик то есть столик который мне поможет поднять мое съемочное место на уровень окна нет такой семьи в которой не было бы журнального столика стульчиков все это находится даже если спальня снимается могут подвинуть кровать можете что-то навалить на пол можете наставить свой реквизит сделать эту кучку вот я всегда советую то что сложность в том что если будете отбегать в сторону комнаты чтобы сделать ровное освещение это будет очень сложно вам поэтому в первые в первые разы когда вы будете прежде все-таки пытайтесь поднять съемочное место на уровень окна как в данном случае мы сейчас поставим стол и наше съемочное место будет примерно вот здесь то есть она будет выше нам будет комфортно снимать если у нас такой возможности нет и нам нужно вот просто нет но никуда некуда там поставить да тогда мы будем отодвигать наше съемочное место от окна до тех пор пока наш свет ровно не ляжет то есть я сейчас поставлю подушку сюда у меня малыш будет половина в тени половину будет на половину будет освещен то есть моя задача отодвинуть примерно вот сюда где у меня свет полностью ровно ляжет на малыша. Вот это будет мое идеальное положение по отношению к источнику света. Плюс, каким мы светом снимаем, на какой свет обращаем внимание? Простой свет. Что такое простой свет? Простой свет – это свет, исходящий от одного источника освещения. Сложный свет, в том случае, если у нас, например, окно здесь идет, у нас окно здесь идет. Знаете, вот на лоджиях бывает, я на лоджии снимала, то есть у меня был смешанный, у меня был сложный свет. У меня было там окно, у меня было тут окно, у меня было здесь окно, здесь у меня была стена какого-то там непонятного цвета. Мне нужно избавиться от этого сложного освещения. Вы приехали к заказчику, зашли, вроде окно красиво, а тут еще одно окно, ну вот углом у него так идет. Ваша задача – возить с собой тряпочки черные. То есть вам это окно надо будет завешивать. Плюс наши одежды. Эту студию я знаю, что у меня моя одежда не будет сильным. Видите, у меня маяка не кипельно-белая, а такого молочного цвета. Избегаем яркой одежды. Если мы приходим в коралловой юбке, как у меня одна девочка на мостике, у меня была коралловая юбка, солнце, она подходит к малышу-малышу коралловой. Хорошо было, что я хоть показала, то есть у нас была одна в аквамарине девочка цветет, другая в коралловом. И вот они сняли, у одной ребенок был коралловый, у другой аквамариновый. Вот. Обязательно смотрите, какую одежду мы снимаем. Она не должна отражаться и давать рефлекс на малыша. Но она будет давать в том случае, если вот мы снимаем с южным окном. Если у нас темень, естественно, этого отбивания не будет сильного. Плюс, если мы все в кипельно-белом придем и будем близко снимать от малыша, у нас солнце тоже будем подсвечивать. Но если мы в темноте снимаем, то может это даже и плюс будет, что мы чуть-чуть там отразим какой-то лучик этого света, вот. Дальше в пол мы можем прийти, а у людей плитка. Я завтра на слайдах покажу, как это может быть. У меня в слайде есть вариант, например, у нас, например, окна в пол, но красивая, как это, плестящая плитка. Ставим малыша, например, положили в такую позу в корзинку, а весь вот этот цвет у нас пошел на малыша. И у нас он всем в блин подсветил. В этом случае обязательно с собой иметь мех, который мы положим, чтобы снять. То есть видите, да, что накатывается? То есть ткани черные завешивать, мех на пол что положить. Но все же мы в один раз нанесем, то есть мы, чтобы четко принести то, что нужно, мы просим клиента присылать фотографии, он нам присылает, и это те моменты, на которые нам нужно обращать внимание. Да, какой у него пол, какие у него стены, какие у него окна, откуда у нас светит свет. Это невероятно все сложно. Поэтому, когда говорят, что надо учиться с одинным светом, в смысле, с одинным светом вообще не нужно учиться снимать. Вы поставили, вы снимаете и забыли вообще про все. Завешивали черную шторку и сделали идеальную серию. Я не могу спросить, я не знаю, это было бы или нет. У кого? Он сам не знает. Нет, а вы говорите, сколько примерно в день у вас там солнце? Он говорит, ну где-то в 11 выходит, в 5 выходит, все, пожалуйста, ясно. Ой, ну у меня где-то с утра только, вы знаете, что будете работать в пол таких вот сумеречных, вы знаете, что у вас не будет ничего ниоткуда отражаться. Ну, вот так. И плюс он сфотографирует. Девочки, как я пришла к тому, что это не то. Представляете, сколько я уже снимаю, это вообще жесть. Я снимаю себя в студию, ну пасмурно, только в старой, перед тем, как моя новая построилась. У меня, значит, здесь стена светлая очень, солнце светит. Я не могу понять, почему у меня в пасмурную погоду идеальный цветовой рисунок, а в солнечную у меня все плоское. Сижу, все же такая на стену. Семен, Семенович. Я ее черным завесила, все, у меня фотография получилась красивая. Даже я иногда, то есть, сколько вроде бы снимаешь уже, все равно такие нюансы не всегда увидишь. И поэтому моя задача вам показать, чтобы вот таких вот не было вещей. А для нас задача, то есть, поняли, да, убрать все, 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 все вот эти смешанные источники, все убрать. Потому что там может быть зеленый шкаф. Я на кухне снимала один раз. Красный шкаф нужно было завесить, потому что он сзади меня был, он отражался на ребенке. Но я знала, я привезла там какие-то ткани с собой, которые мне нужно было. Поэтому мы же все же не будем с собой и мех, и ткани, и мелон тащить. Мы работаем из условий, которые нам прислал клиент. Он показал, вот то помещение, в котором я буду снимать. Потому что я с разных городов летаю в Москву снимать, и я не могу прийти клиенту посмотреть. Меня обычно бегают по всему дому, фоткают мне, потом готовят, раздвигают место, все. Супер, там мы снимаем. Даже обогреватель. Я вожу с собой маленький обогреватель. Я снимала в одной семье. Она говорит, у меня обогреватель есть, все замечательно. Я прихожу, он красный. То есть вот такой, и красным вот он греет. Я поняла, что я не могу. Он мне дает все, и мы нагревали, выключали, и я снимала. Потому что реально он делал ребенка красным. Я теперь поняла, что даже такую вещь надо узнавать, если у людей есть обогреватель, по какому принципу он работает, и какой он, да. Поэтому я вожу маленький с собой, по принципу тепловой пушки. Он легкий, он все-таки копейки сгорит, ну, выкиньте его. Но зато это вам даст душевное спокойствие. Много света тоже плохо. Большие окна тоже плохо. Нам нужно, кстати, 2 на 2 метра что-то. Примерно. Самый идеальный вариант, то, что нам хватит света 2 на 2 метра. Вот это тоже очень много. Мы сейчас закрывать будем его чуть-чуть. Потому что это тоже переизбыток света. Нам не нужно столько. Да, нам не нужно это. У меня помещение, кстати, сколько мне света оно отдает. То есть, а мне хочется, чтобы у меня был красивый моделирующий свет. А моделирующий свет – это один источник света. У нас модель маленькая. У нас маленькая малышка будет лежать. У нас не взрослый человек, который нужно хорошо осветить.